В начале еженедельного аппаратного совещания председатель правительства Александр Смекалин поблагодарил всех собравшихся за успешное проведение заседания госсовета. Визит первых лиц государства в Ульяновск в главе с президентом России Владимиром Путиным стоялся в прошлую пятницу. Темой государственного совета стало транспортное обслуживание городов и регионов и Российской Федерации в целом. И оценка нашей работы по подготовке данного мероприятия со стороны экспертов, со стороны наших гостей была очень-очень высокой. Следующим вопросом на повестке дня стала подготовка к отопительному сезону. Вчера среднесуточная температура была ниже 8 градусов по Цельсию. Если такая погода продержится всю неделю, то уже в пятницу должна начаться подача тепла в дома ульяновцев. А уже с сегодняшнего дня тепло должно прийти во все учреждения социальной сферы. То есть сегодня, к исходу дня, все 100% объекта социальной сферы у нас должны быть подключены к системе детского снабжения. К вечеру премьер поручил доложить ему о том, удалось ли начать отопительный сезон в соц. учреждениях, и о всех проблемах, возникших в этой связи. Также руководитель правительства поручил держать еще два вопроса на особом контроле. Первый касается ремонта дорог. Второй – завершение уборочной кампании. Окончательно завершить сбор зерновых культур планируется на этой неделе. В целом же регион занимает первое место в ПФО по темпам уборки урожая. И четвертое место – по урожайности. Первое место заняло области посеву озимых культур. Кстати, Ульяновский единственный в ПФО завершил его полностью. И еще один рекорд, но уже в отрасли трудовой занятости населения. Уровень безработицы в этом году достиг минимальной отметки за всю современную историю региона. Что касается непормальной занятости, то с начала года было выявлено 13 300 граждан. Из них на сегодняшний день оборудованы трудовые отношения 12 602 гражданина. К сожалению, по-прежнему низкий показатель по этому направлению всего лишь 6 с небольшим процентом. Это город Ульяновск. Кроме того, в области на сегодняшний день полностью отсутствует задолженность по заработной плате. Это тоже приятная новость. Продолжается составление бюджета области на следующий год. Александр Спекалин поручил учесть все предложения президента, озвученные во время прошедшего заседания госсовета. Год будет непростой, ведь мы прогнозируем рост очередной раз доходов бюджета Ульяновской области. Моя задача перед нами стоит очень-очень серьезная. Поэтому мы вышли на финишную прямую. Большая просьба организовать работу совместно с нашим депутатским корпусом, уже предварительное обсуждение и понять, окончательно еще раз выявить все наказы избирателей для того, чтобы мы уже предоставили его в проект бюджета рассмотрения губернатору. Включение аппаратного совещания члены правительства обсудили подготовку к гражданскому форуму стратегии Ульяновск-2030, который пройдет в следующем месяце. На нем будут подведены итоги достигнутого за этот год и обговорены планы на ближайшее будущее. Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда. Продолжение следует...